Твиндемия не диагноз, а ситуация. В понедельник в нашем городе регистрировано почти 20 случаев одновременного инфицирования сезонными вирусами и ковидом. За четвертую неделю года в округе эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на 87,5%. Чуть меньше половины из этого числа фиксировалось среди жителей Сургута. 9% в Нефтьюганске. Рост заболеваемости отмечается в 15 муниципалитетах региона. Как рассказали журналистам о медиа, в инфекционном отделении в Сургутской окружной клинической больнице двойное, а порой и тройное заражение разными вирусами возможно из-за их активизации. В период после пандемического распространения новой коронавирусной инфекции сейчас у нас активизировались респираторные вирусы. Это вирусы, которые не относятся к сезонным, да, новой коронавирусной инфекции. Это и вирус гриппа прежде всего, и негриппозные вирусы, респираторные. Такие вирусы, как респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус, реовирус. Врачи отмечают, что диагноз о двойном заболевании возможно поставить только по результатам анализов. Терапию при твиндемии медики назначают подобную той, которая лечит при гриппе или коронавирусной инфекции. Так как симптомы при одновременном инфицировании несколькими вирусами такие же. Это температура, слезоточение, насморк. Лишь у 3% больных от общего числа обращений регистрируется тяжелое течение, осложняющееся пневмонией. В ковидное время мы соблюдали санэпид-режим, были введены ограничения, это и закрыты торговые центры были, и такого не было. А сейчас, конечно, вот респираторные вирусные инфекции, которые мы мало регистрировали в ковидную историю, они подняли голову. Если люди заболели хотя бы с признаками острой респираторной инфекции, не должны посещать многолюдные такие торговые центры или хотя бы одеть маску.